рассказывает еще раз пришел инвертор нам заданными параметрами вроде как сейчас будем проверять распаковывать и проверять первый инвертор нас пв 5000 пришел были нет те был красненький стал зелененький короче этот еще не дозрел тот уже перезрел эпопея продолжается тут и сверху начинай салатовый на картинке не такой красивый да тоже блин здоровый кого поспел красный то стенка у этого упаковка подешевле чем у того упаковки вот то что мы ставили как раз на том и тут уже полноценное смотри не такое видно что подороже диск а он еще шнурок 2 2 шнурка такой же как он точно такой же до приятной наружности приятная окружность наружности приятной окружности ну в общем то сейчас будем цеплять за 48 вольт сейчас отвертку на еду и проверим как раз характеристика которая у него я влево красная лампочка горит отсутствие аккумуляторов сразу прикинь нифига за такие деньги то конечно это плюс ты там перепроверил а вот пусть блин ох ну здесь контакта нет ухты у него подсветки зеленую прикольно ну давай нажимай кнопочки кнопушки я яху нифига там но здесь гораздо мощнее меню да тут уже видно 51 и 8 кстати но это я зарядил их зарядил мы тогда посмотрели 50 смотри отчетова ты дает а ну типа прыгает типа а его наверно надо заземлить чтобы ватов не было но это не точно лишь уже погрешность есть папа хочу такой 20 был вольт амперы а вот еще не видишь свечет хочу за прыгалки ну вот ну-ка давай ка посмотрим это просто вот так в измерить в измерении напряжения это я так проверяю так вот а с ну-ка в 220 стыкнись 220 out нижняя давая на выход и на вход то есть и вот здесь посмотрим если напруга здесь мнение линия и нейтраль да блин так страшно вот так ну пол вольта ну заземление поставить не будет давай теперь ниже так а также нет также 233 то есть он короче у нас занижает получается показания поэтому прыгает по шунту это не это уже косяк но это косяк ночью делать все так чем мы сделаем а ну давай тогда сразу пока это поставим в измерение тока прибор выключил разрыв да 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 так в разрыв аккумулятера туда проводок и убирают да 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 подожди о чем не выключается все выключился или ты отключил и куда ты к этому проводку не надо там пусть сопротивление будет ну как-нибудь там сверху придержи там напряжение такую большой боишься да блин сыкова не хочется давай я подержу от этот обли пожили не включай так это конденсаторы зарядились он 0 потреблением ладно конденсаторов кино аккумуляторах висят получается 200 миллиампер это в холостом в ждущем ждущие 609 а сейчас он вот включил инвертор сейчас отключу сейчас потребляет один это 50 ватт 51 вольт у нас соответственно на 1 ампера это 50 ватт он живет в холостом но так и говорили что один больно ампер должен не ну хоть мы теперь знаем мы не только слышали до хампатери и знаем но смотри вишь ты выключил кнопку да еще 200 миллиампер потребляет сейчас со знаком минус почему-то странно да да убирай чуждать так и теперь мне надо быстро перевести вот эту штуку чтобы как тогда не получилось мало ли чё прибор у меня один такой хороший опа уже как-то привычно теперь надо разбираться с меню на чудо разбираться входим не вижу блин то видно нет еще он не запустился меня запустился так о дождь дождь так какую-то кнопку 17 о 99 стоп и фигасе тут сад выход экран подсветка грит смотри но он здесь гритом да но я знаю что не 60 ампер зарядка так это у нас так а вот тут менюха такая же какой силы вот юзи так теперь вот так это у нас верхний порог поднимаем грибной дождь а сколько надо 64 должность ни хрена ся он так не это кнопки перепутаны видишь минусы да так и у той тоже самое ну уже 59 у того что мало было 60 да ну сколько должно 64 34 есть все это потолок в них так это получается смотри по 32 вольта но это даже 2 а подожди а усилу то есть купить нарезать 31 и 5 не у меня 32 руби но если 32 тогда вот то же самое но то же самое получше надо это уходить а кого вот она лишь над нами может подойти под панельки а чему уже все посмотрели по идее горит не хочет копаться а чунин копаться очень 99 пунктов это читаю а ну давай просто пункт пролистаем давай начнем с конца уже часть прошли так так еу я тут еще статистика чисто не это инструкцию какие-то они уже до балды и что дисплей то мало тут ну это понятно подожди сможет скуп 30 31 32 33 4 95 а их не так много то есть и в этой модели у нас тоже получается как бы не все но поначалу то кажется ух назад пошел походу вот есть пункты да например их 99 или 100 от 0 выбирает себе да а под разные модели включается определенные пункты а те затираются то есть зависимости от начинки вот это удобно не устраняется от рук нижней порога тут еще короче же выставляется где-то вот в этих значениях подпишем не 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 минимальное напряжение аккумуляторов за счет чего у нас идет отображение степени заряда аккумулятора то есть мы в каком-то режиме там надо посмотреть и выставляем она на английском языке для нет инструкции вообще нет раньше шли с инструкциями сейчас такой книжек дорого стала наверно печатать ну вот режим поддержания у нас какую-то там сразу 62 у нас только вперед нифига знаешь как дешевый телефон с таким дисплеем беспонтонным ты чё он зеленый так потому что он дизайн зеленый а там чего один светодиодик поменяли еще вот вот она тебе плена может даже не меняли из новым по программе программируется мнение там просто один цвет цвета идет вроде белый есть белый я видел вау нестера белый серым подсвечу у меня синим этот зеленый но красного красного не красного не было краси не потому что он сильно на глаза бьет якобы все мы принципе все посмотрели короче у зеленой версии помимо грида уже есть возможность работы с щелочными аккумуляторами ну мне кажется дороговато с уж все равно он втянет я-то думал у того вентилятора вверх дует нет тут тоже вниз и не дует а вон они видно они должны развернута быть туда было бы эффективнее так вот у нас плата согласования плата подключения внешних устройств но я так понимаю а шлейфа до в комплекте нету для сопряжения странные они а я посмотрел вроде он стоит очень долго родится 8000 нет шлиф что-то пару тысяч рублей что дорого мне кажется ну в общем то вот такую игрушку мы сегодня кратенько посмотрели пробежались по менюхе он достаточно симпотно короче если вам нужен интересный красивый цвет а для вашего декора на берите зеленый красный нет он как-то дешево смотрится и смотри вот видел смотри вот здесь они лишь под это сделали тут уже вот это не гуляет в это по-моему другая компания да это тот же самый только корпус лишь другой крышка верхняя другая рамка другая кстати у того надо было посмотреть если короче наклейками сюда дует в эту сторону если наклеек не видно да значит дует в ту сторону тут у того я уже не помню честно говоря у красный да поведение можно посмотреть ну собственно и все и все и все кнопочки вот там смотри какие провода заражены сделаны за такие деньги блин вот так вот вот а слушай а шины блин тонкие такие вообще мне кажется тонкие шины реально тонкие чё тут 100 квадратов влезет да под 100 квадратов провод вряд ли ты будешь что ставить на раппал тос поставьте безе короче все вот так вот меня обзор а чё да да наклеить туда блин не вижу ничего так вроде так это чего у нас получается подожди вот солнечных панелей 360 вольт до 450 подожди так ты вообще мог панели все последователи будут переключать ну и все вот тебе будет эффективность андре линейки по 62 по 6 получается но у него 18 ампер по входу а вот смотри короче ты видишь отдача грида в сеть не более трех киловатт а он сам пятерка до от трешка дата это трешка 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 тот пятерка был а вот видишь до 42 66 знаешь почему 66 ты когда на дисплее там выставляешь сколько мы выставляли пиковых 64 64 или 66 все четыре вот смотри короче не за счет того что есть погрешность у него да скорее всего может вылетать 66 вольт то есть достаточно неплохо в общем вот такая вот игрушечка у нас коротенький обзорчик ну короче вот такая книжка маленькая вообще маленькой видите в пальце помещается короче на 3 киловатта рекомендуют провод 4 в.г. это равносильно 22 квадрата но это не наш стандарт если что это 22 квадратных миллиметра то 2 и 2 сантиметра это достаточно толстый блин провод это полтинник наверное есть короче на табличку по в.г. ну потому что а в.г. это в.г. а наши миллиметра это наши миллиметра вот выглядит как плата сопряжения инверторов вот если посмотреть на инвертор видите там заглушка соответственно это и какие назвал то короче фальшивая панелька стоит то есть плата которую вынимаете ставите такую плату сопряжения и потом вас будет все работать по сопряжению так тут нарисовано как снимать что тут еще есть технические характеристики он менюшка немножко а это ошибки так вот у нас есть 58 ошибок кому интересно вот так вот вот такие вот ошибки вот так вот они пишутся вот так вот они обозначаются мало ли что так здесь у нас технические данные этого чуда максимальная мощность 4 киловатта 450 вольт входное напряжение блин это звучит так страшно это вот как у меня тот тот на 500 все равно страшновато с этими в блин не дай бог провода хреновый от панель я чувствую нет это нормально именно если качество панели качество провода панели так подключение гридов на 220 обычную сеть и трехфазную сеть естественно я не помню как фальшь фальшь блин она называется по-другому нет это называется наша как заглушка она то есть как бы она и для красоты чтоб винтики все были то есть ты плату берешь эту снимаешь и в ту также все подключаешь ну и у того кстати то же самое было то есть она идет именно отдельно по подключением опал а вот они ошибка это настройки да сейчас я блин не вижу ничего так мало ли кому интересно по меню хам так вот у нас 30 а и все что странно с 28 по 8 6 она я понял тут по разным пунктам она по-разному разделена сколько у нас будет работать при киловаттной нагрузке минут 300 ватт так где киловатт киловатта нет 1 2 киловатта 2 так при аккумуляторах 200 ампер часов 48 вольт при киловаттной нагрузки примерно где-то 700 минут 200 у меня 375 12 13 плюс солнце так мало вот я смотрю на эти таблички и логиста да это понятно солнце добавляешь сюда и все равно как-то мало получается у меня почти больше получается ну да ладно в общем книжка такая вот идет так а у все эти обозначения так он может работать нифига от сети зарядка в аккумулятор от солнечных от сети зарядка аккумулятор отдачи на нагрузку тут стрелочками если чё обозначается так просто от солнечных от сети ну на подкачку то есть как это получается закрывать часть энергии так солнечных просто но это по обычно от солнечных без задействования аккумуляторов вот сразу напрямую от солнечных без аккумуляторов блин забыл я это же инвертор который рекламировали поначалу поешь может работать с аккумуляторами может без а вот тот грит тоже может работать с аккумуляторами без 500 вольтовый у него вся плата питается непосредственно солнечно да то есть он смотрит где есть напряжение оттуда берет питалово то есть в принципе достаточно интересный агрегат ну очень дорогой не пугает и не дорогой хороший агрегат хорошие агрегат сегодня есть завтра есть так он 3 киловатта всего блин а чё не 5 опять стоил дорого капец это такой же грубо говоря а нет этот у меня получается 2 и 4 а это получается 3 но у меня пикова 4 а у этого пикова 4 шестерку должен бить да ну наверное этом проглядел ну короче вот такая вот агрегат на сегодня у нас было еще на обложку но все ты доволен до закроющий с объект все на этом точно все всем удачи всем пока а